Знаете, я тут подумал, 4, больше 4 лет уже активно веду свой канал, и за все это время не было ни одного видео вот такого вот типа живого формата, то есть без какого-либо сюжета, без монтажа, просто вот что вокруг происходит, так сказать. А происходит у меня в принципе повседневно не так уж и мало всего, некоторые проекты готовятся подолгу, а по ним вполне можно было бы вот так вот кратенько рассказать текущее, так сказать, их состояние. И на полноценное видео вполне бы набралось. И, кстати, да, я подстригся, но не побрился. Еще, кстати, поставил себе вот эти вот так называемые евро-ручки, как они там, барс, рысь, рысь-бас, не знаю. В общем, думал, смотрел, читал там обзоры, рекламные видео, ну, казалось, ерунда какая-то, как-то даже всерьез не задумывался, потом вот просто у одного человека попробовал за них подергать и прям реально понравилось. Она более вот широкая такая, более какая-то ухватистая, вот этого люфта у нее меньше, чем у заводской. Ну, приятнее открывается. С внутренней стороны такая шершавая поверхность сделана, покрашена сразу в цвет кузова. Ставится там буквально прям болтон, то есть два болтика изнутри откручиваешь, вынимаешь ее, ставишь. Единственное, только у меня тяги были отрегулированы под заводские ручки, и здесь немножко, видимо, чуть-чуть другая передаточное отношение, и пришлось тяги подрегулировать. Ну, прям немного, в принципе, проблем нету. Вот несколько недель уже с ними езжу, пока прям минусов каких-то не заметил, честно слово. Открываются они проще, легче и равномернее, чем заводские. На заводских на каждой двери было прям разные усилия, здесь все достаточно неплохо в этом плане. И резинка вот эта слеганца тоже может быть топорщится. Но такой прям уж совсем придирка-придирка. Хорошие ручки. Забрал еще 6 бамперов после оцинковки. Первые 15 довольно, кстати, быстро разошлись. Здесь вот в новых уже немножко оцинковка получше сделали. Там была не идеальная поверхность, здесь вот они стали более гладкими. Гладкими, аккуратнее обработаны. И да, напоминаю, что вот эти вот отверстия, здесь все равно могут быть такие небольшие наплывы цинка. Вот здесь вот внутри они, в принципе, легко рукой отламываются, но их надо убирать. Чтобы вот эта вот поверхность, прилегание к раме была ровной. Ну и они там пальцем обламываются. Болты у меня все в комплекте 12 и 9 твердостью, испанские, кстати. Вот. Скоро будет версия этих бамперов еще без Т-образника. То бишь для тех, кто не хочет впилить бампер и ставить вот эти вот накладки. То есть просто будет полностью скрытые установки для защиты от солярисов. И чтобы ногами вставать, он будет немножко подешевле. А еще мастерит тут потихонечку тот самый монструозный 2,5 киловаттный инвертор будет стоять под задним сидением. Здесь вот в этой штуке пришлось вырезать отверстие, причем с запасом, чтобы конвекция воздуха тоже была. Дальше многие упрекали в прошлом видео, что нет размыкателя массы. Нет, он был задуман изначально и в той конструкции, и в этой. И в том видео была, кстати, не моя машина, в этой моя. Вот. Здесь решил поставить размыкатель РЭД БТРовский. Это площадка для отдыха левой ноги водительской. Вот. Провода от него вот так вот пустил здесь под ковром. Сюда проходят. Вот они вот здесь вот, где порожек проходит под катушкой ремня безопасности. Здесь вот они идут, идут, идут. И наверх поднимаются, соответственно. Вот здесь вот, где будет стоять площадка для отдыха левой ноги, здесь вот, ну, пустое место. Поэтому подвести к размыкателю здесь как бы ничего не стоит. Вот уже конец провода обрезан. Здесь он будет стоять. Единственное, правда, я, наверное, бресковато поставил. Будет сейчас после окончания установки возможно касаться пружинки педали сцепления. Мы посмотрим, как оно будет. В прошлом видео провод использовался 25 квадратов ВВГНГ. ЛС и ФР, то есть Fire Resistance Low Smoke. Поэтому у него такая вот очень толстая изоляция. То есть он большой диаметр при малом внутреннем диаметре. И плюс у него класс гибкости двойка. То есть не очень гибкий из-за того, что жилы толстые. Для этой задачи приобрел несколько иной провод. Это ПУВГНГ 35 квадратов. То есть у него внутри больше сечения. Изоляция при этом тоньше. И общий диаметр при большем сечении получается такой же. При том, что сечение больше и класс гибкости у него лучше. То есть он прям легко гнется. Это четвертый класс гибкости. Так, куда пошел. А у этого только второй. Конечно, тонкая изоляция по идее легче повредить. Ну, она не прям совсем тонкая. И повреждать я его не планирую. И опять же, размыкание массы. То есть включаться инвертор будет исключительно для работы. Просто так он работать не будет. И еще, кстати, в комплекте с этим инвертором идет прикольная штука. Внешний пульт. Включение-выключение. С лампочками индикации режимов работы. Вот думаю, куда его поставить. Как вариант, может быть, вот сюда, но, блин, вещами будет заваль натянуться далеко. Либо вот сюда тоже внутрь кармана. Так же вот установить. Но тоже, опять же, куда-то тянуться надо. Я не знаю, если будут хорошие предложения, напишите. Пока ставить его не буду. Так поезжу, а там посмотрим. Закончил с проводкой. Единственное, только вот здесь пришлось резинку вот эту вот заводскую порвать и порезать. Потому что там никак не получалось и эту вынуть, и тут подсунуть. Ладно, в общем, вот он выключатель массы. Практически касается пружинки, но когда на сцепление нажимаешь, пружинка вверх уходит. То есть это ее, в принципе, нижнее положение. Вот так вот включается. По идее, ногой сильно засираться не должно. Даже грязный в сапогах. Но даже если и будет, в принципе, ничего страшного. Потому что, ну, это выключатель массы, он и под капотом тоже по грязи может стоять спокойно. Вот так вот под сиденьцем. Щелкаем. Показывает напряжение входное. Вот он, типа, загружается. Дальше растет выходное. Вот, 232 вольта. Типа, стабилизированное напряжение. С чистым синусом. Проверил пока легким электроинструментом. Вроде все работает. Ну, я не думаю, что должны на большом электроинструменте какие-то проблемы. Ну, все, осталось только накладки порогов поставить на место. И вроде как готово. Продолжение следует...